Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как мы читали сегодня в Евангелии от Луки, в те дни, когда надлежало родиться Господу Иисусу Христу, вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении к велению Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудеев, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей и родила сына своего первенца, и спеленала его и положила в ясно, потому что не было места в гостинице. Они пошли в Вифлеем, потому что Иосиф, родство считалось по отцу, и фамилии тогда люди не носили, знали просто, кто из какого колена происходит, или из какого-то рода, а род Давидов был царский, поэтому, конечно, Иосиф не мог этого забыть. Прописки тогда никакой не было, но было повеление, что каждый должен идти туда, откуда он происхожден. И поэтому они так и оказались там. Марией же тоже была рода Давидова, поэтому в этом не было для этого никакого нарушения. Хотя постоянно жили они в Галилее, и в силу того, что город, ну, маленький Вифлеем, и сейчас небольшой, тогда было еще меньше, и в гостинице не оказалось места, потому что город был переполнен, потому что многие жили уже совсем не в том месте, где родились и откуда родом. И когда он родился в пещере, Господь для домашних животных, где пастухи укрывали их от непогоды, то Пресвятая Дева Богородица Мария с пеленах его положила в ясли для животных. Вот в такой убогой обстановке родился царь царей и Господь господей. И хотя Иосиф был тоже из рода царства, ну, эта ветвь, которой он принадлежал, весьма обеднела и жила не от своего богатства капитала, а от своих трудов, правильно. Вот. Трудился же он плотником. Вот так, в таком смиренном виде пришел на землю царь Вселенной. Для того, чтобы никто не мог позже его попрекнуть. легко тебе нас учить, коль ты родился в царских палатах, вот, а мы простые, грешные, убогие люди. Нет, Господь во всем уподобился людям самым бедным, сам скромным, сам простым, трудящимся именно и кормящимся от трудов и потов своих. это вот такое крайнее смирение, которое явил Господь, должно для нас быть свидетельством вот такого очень важного для нашего спасения понимания существа Божия и его очень главного качества, потому что нам тоже необходимо это качество стержать, это качество смирения. Господь позже уже когда вышел на проповедь и своих учеников этому учил. Научитесь от меня, я как роток и смирен сердцем. конечно смирение многим людям в какой-то степени свойственно. Одним больше, другим меньше. Чаще всего смирение свойственно людям более старшего возраста. Почему? Потому что жизнь научит. или например у кого больше смирения? У студента или у солдата? Ну ясно, у солдата больше. Потому что так там смиряют в армии, что иногда даже сверх возможность для него перенести мир. И так во всем. Человек имеющий какой-то владеющий чем-то средствами, какими-то талантами, то он к сожалению бывает превозносится этими дарами Божьими и возможностями, которые ему открыты. А человек, который не имеет, он более склонен к смирению. И поэтому Господь избрал для своих учеников людей простых. не потому, что чтобы с ними побольше помучиться, как педагогу-воспитателю. Всегда приятнее учеников иметь и послушных, и толковых, и быстросообразительных, и памятливых. Но там была совершенно другая наука. Наука не таковая, чтобы передать какую-то сумму богословских знаний вот этим людям. А прежде всего перед этим образ истинной жизни. Которая в основном заключалась в том, чтобы научиться гротности и смирения. Это очень важно. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Противится тоже. Не то, что Бог сопротивляется человеку. А просто сама благодать отходит от человека. А человек имеет возможность общения с Богом только посредством благодати Божьей. Поэтому и каждому из нас, вот взирая на новорожденного младенца Господа Иисуса Христа, можно себя сравнить с Ним. Как Он родился и как я. Каково было Ему и Его родителям и каково мне и моим родителям. Кто был Он и кто был я. И вот мы грешные люди и недостойные происшедшие от грешных родителей сподобились здесь на земле при нашем рождении. Когда мы явились сюда с криком властным как хозяева заставили всех вокруг себя суетиться и так сказать заявили о своем праве на жизнь и как Господь. Поэтому это сравнение будет конечно не в нашу пользу. Потому что Он будучи Богом так смирил себя что стал не просто человеком а как бы на самый низ как теперь говорят социальной лестнице пришел. Не для того чтобы ему воздавали какие-то царские почести а для того чтобы послужить людям. И вот в этом есть образ той жизни тот пример которому каждый христианин который действительно хочет научиться христианству он должен следовать. Потому что мы часто больше к сожалению обращаем внимание на какие-то мелочи сколько там сухого молока положили в ту конфетку которую мы отправляем себе в рот не будет ли это нам большой грех вот на такие мелочи как бы нам не оскоромиться часто больше внимания обращаем чем на главные принципы жизни которые заключаются в том что нам смиряться и чтобы нам послужить нашим ближним то есть по-христиански всегда надо ближнего предпочитать самому себе исходить не из своей пользы не из своего удобства а из его пользы и его удобства а если кто-то хочет вперед то всегда ему иметь готовность в этом уступить место а если кто-то призывает на первое место тоже не сопротивляться покорно этому тоже последует но смиренно его занять ни в коем случае не считая что ты это достойно вот нужно прийти нам стараться вот в такое устроение не считать себя ни выше кого-то ни лучше ни чище ни умней и так далее вот к сожалению мы управляемся в нашей жизни не образом Иисуса Христа а собственно страстями вот то что хочется вот это конечно совершенно неправильный образ жизни и поэтому нужно нам покаяться покаяться значит изменить самих себя изменить с людей на которых которые стремятся делать вот то что хочу то что мне нравится то что я считаю нужным с человека который будет кроток и смирен и будет принимать жизнь и всех людей таковыми какими они есть не пытаясь их переделать а всю энергию потратить на то чтобы переделать самого себя вот это будет правильно хотя это трудней всего но собственно это единственный путь христианский помоги нам в этом Господь не что это не ничего не